Спасибо, Павел Андреевич. Уважаемые коллеги, еще раз здравствуйте. Мы действительно много на заседаниях отсылаемся к нашей системе MediCase, но по мере более детального общения сталкиваемся с ситуацией, что далеко не всем понятно, в чем суть системы и как она вообще работает. И я решил, собственно говоря, оформить в виде некой презентации рассказ про нашу систему, ее историю, ее механизмы работы и области ее применения. И разобрать ее именно как самостоятельную систему цельным докладом. И если позволите начать, я хочу с истории данной системы. История проекта, ни много ни мало, берет начало с 1929 года, когда мой прадед Воробьев Иван Иванович под редакцией Николая Александровича Семашко издал «Домашний лечебник для крестьян». Эта книга, справочник, она решала проблему доступности в медицинской помощи, так как для крестьян, особенно в отдаленных территориях, доступность была крайне низкой. Это и остается, в общем, сейчас. В 80-е годы Павел Андреевич создал первый, скажем так, образ этой программы. Это была система «Медиа», которая работала еще на МСДОС. Эта система была разработана для третьего главного управления Минздрава СССР для оценки состояния здоровья сотрудников перед трудоустройством. Ну и также она использовалась в рамках НТТМ-технологии на заводе НПО «Техномаш» для профосмотров. Система была построена по принципу задачи вопроса и возможности ответа на него «да» или «нет» с помощью клавиатуры. В 91-м году мой дед, первый министр здравоохранения Российской Федерации, Воробьев Андрей Иванович, издал под своей редакцией алгоритмизированный переводной справочник «Домашний советчик». Это тоже такой своеобразный бумажный симптом-чекер. Там приводятся вопросы, и отвечая на этот вопрос, вы идете по стрелочке «да» или «нет», и таким образом справочник приводит вас к нужной информации. Ну и апогеем этой вековой работы нашей семьи сейчас является система «Медикейс», которую мы активно стали развивать в 2014 году. Начиналось это все с Карелии. И изначально эту систему мы создавали как систему обеспечения доступности медицинской помощи в удаленных территориях, где сейчас медицины просто нет. Нету ФАПов, нету, не доезжают мобильные бригады, ну или не доезжают часто. И это было инструментом обеспечения помощи в таких деревнях. Начинали мы с опросника по хроническим заболеваниям и острым состояниям, позже реализовали модуль для мониторинга хронических заболеваний, оценки симптомов от некой главной жалобы, раннее выявление когнитивных нарушений. Уже в 2020 году появились опросники по COVID-19, по постковидному синдрому. Сейчас мы ведем работу по опросникам по анемиям, по кардиометаболическим проблемам, и продолжаем постоянно развивать и совершенствовать те опросники, которые уже есть. Как это работает в Карелии? В Карелии большое количество отдаленных малонаселенных деревень, где отсутствует в принципе какая-либо медицина. В такие деревни мы размещаем кейс, в котором есть тонометр, глюкометр, пульсоксиметр, термометр и смартфон. На смартфоне работает наш симптом-чекер. Такой кейс размещается у уполномоченного домового хозяйства. Это утвержденная приказом Минздрава структурная единица. Это фактически старостная деревня, наиболее ответственный человек, которому доверяется наш кейс. Также по приказу Минздрава он еще снабжается аптечкой для оказания первой помощи. Вплоть до подушки амбу на самом деле. Далее, такой уполномоченный становится таким своеобразным телемедицинским центром внутри своей деревни. То есть жители, если им необходима медицинская помощь, они могут прийти к нему и через эту систему пройти автоматизированный опрос. Система формирует рекомендацию по маршрутизации экстренной, неэкстренной больной, передает данные в центральную районную больницу врачу, и врач оттуда формирует в отложенном формате свое заключение. Ну вот так работали эти уполномоченные домового хозяйства. Это все происходило просто непосредственно на дому. Измерение давления здесь показано и заполнение опросника. Что лежит в основе такого опросника? Мы получаем от больного автоматизированным способом информацию о его анамнезе и жалобах. Собираем мы эти данные, задавая ему вопросы. По тому же простому древовидному алгоритму с так называемыми бинарными вариантами ответа. То есть можете ответить только да или нет. Такая форма помогает нам максимально структурированно и точно собрать информацию о симптомах. То есть это не самостоятельное описание симптомов больным, потому что кашель, поперхивание, першение в горле – это все одно и то же. Но если вы будете распознавать это, ну как, например, распознавание голоса или рукописного текста, там появляется очень большой процент ошибок. А то, что мы задаем валидные, точные вопросы и получаем на них конкретные ответы, оно позволяет нам работать с гораздо более точными данными. Ну и это постоянно пополняемая, человекообучаемая база знаний. То есть мы обучаем систему, какие вопросы нужно задавать, какие симптомы спрашивать, как фактически обучаются студенты в медицинском институте. Как составляется такой опросник? Это огромная, большая работа. Первая и главная задача – это получить знания врача. И здесь нельзя идти по формату получения знаний из учебника. В учебниках описывается все, что автор учебника знает по проблеме. Но далеко не всегда это имеет какое-то отношение к досматриваемой патологии. И здесь использовалась методология Израиля Массеевича Гельфанда по деловым играм. То есть технология заключается в том, что у врачей спрашивают, какие им нужны данные о больном, чтобы поставить тот или иной диагноз. Врач начинает рассказывать все свои энциклопедические знания, все, что он знает, и те вопросы, которые очень мало связаны с этим диагнозом. И потом вы начинаете с этим врачом играть. Через какое-то время вы можете давать ему в обратную сторону. Вы начинаете рассказывать какие-то симптомы, а он должен предположить диагноз. И в какой-то момент вы определяете тот необходимый объем информации, который врачу достаточен для формирования диагностической гипотезы. Дальше можно, безусловно, уточнять, можно делать лабораторные анализы, инструментальные методы исследования. Развивать можно очень глубоко. Но вот это первичное формирование диагностической гипотезы, оно на самом деле требует совсем небольшого количества данных. Когда мы понимаем, какие данные мы собрали, нам нужно про эти симптомы спросить у больных. И здесь опять мы сталкиваемся с проблемой, что задавая один и тот же вопрос разным людям, мы получаем разные ответы. А в Карелии еще хуже. Мы столкнулись с ситуацией перевода, потому что там несколько языков, несколько народностей, и не все русскоязычные вопросы были им понятны. Поэтому мы вынуждены были стараться находить максимально простые, понятные слова, которые иногда современного пользователя даже могут раздражать тем, что с ним разговаривают, как с дураком. Но на самом деле это не для того сделано, а сделано именно для того, чтобы такой вопрос был максимально одинаково понятен для всех людей, которые проходят такой опрос. Впоследствии, конечно, мы анализируем чувствительность таких вопросов, потому что есть некоторые параметры, которые оказывают очень малое влияние на результат опроса или на формирование диагностических гипотез. Так, например, мы спрашивали про длительность температуры при ковиде, а впоследствии и купирование температуры применением процетамола. А впоследствии мы выяснили, что эти вопросы очень малозначимы, и мы только тратим на них лишнее время. Мы их таким образом исключали. То есть это тоже большая, постоянно ведущаяся научная работа. Ну и последний этап – это этап обучения системы формирования диагностических гипотез. То есть как научить программу по собранным данным, по собранной карте симптомов сформировать какие-то диагностические гипотезы. И здесь уже мы пошли по современным технологиям искусственного интеллекта. И вот одна из моделей, которая здесь оказалась наиболее удобной – это модель Бойесовского анализа. Еще одна называется как Бойесовские сети или Бойесовские нейронные сети. Очень много слов, но суть простая. Это вот та формула, которая здесь изображена в виде такой неоновой лампы. Достаточно простая теория прогнозирования результата, для вероятности результата на основании новых полученных влияющих данных. То есть чем больше мы набираем симптомов, тем точнее мы можем оценить вероятность. Ну и, соответственно, в обратную сторону. Я не буду углубляться в детали математики, но это основной алгоритм, который мы используем. И такой вот симбиоз математических, биологических и медицинских знаний позволяет нам формировать, собственно говоря, ту систему, которой мы сегодня пользуемся. На настоящий момент в системе уже готовые и функционирующие есть несколько модулей разных направлений. Основной, наверное, самый большой, самый интересный модуль – это модуль выявления хронических заболеваний, ну и некоторых острых состояний. Он не ограничивается только лишь хроническими заболеваниями. Чуть позже я про него расскажу. Также есть модуль по выявлению COVID-19. Многие из вас с ним уже знакомы. Он достаточно популярен, им воспользовалось больше 45 тысяч человек. Модуль постковидного синдрома. Аналогичная система опроса для выявления признаков постковидного синдрома. Особенно полезен он для аналитических и научных целей, потому что кроме формирования диагностической гипотезы, мы еще получаем довольно подробную карту симптомов у больных, перенесших COVID-19 популяции, которые позволяют нам изучать это состояние и далее. Модуль по анемиям. Сейчас там уже активно развита железодефицитная анемия, P12. Ну и сейчас мы планируем развивать его и шире. Есть модуль для выявления ранних когнитивных нарушений. Мы делали этот модуль при поддержке благотворительной компании Ever. Мы собирали достаточно большую рабочую группу основных лидеров мнений российских по неврологии, по когнитивным нарушениям, по психиатрии. И совместно составляли с ними опросник. Брали за анализ большое количество опросников, которые сегодня существуют. Международные валидные мини-коктесты и прочее. Но многие из них достаточно сильно устарели или нацелены на выявление уже поздних когнитивных нарушений. Мы здесь довольно много внимания уделили именно такой актуализации и созданию нового опросника. Также у нас есть система для мониторинга хронических заболеваний. Это артериальная гипертония, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких и аритмия. И есть опрос по главным жалобам. То есть если пользователь обращается к системе, что у него болит живот, то система, отталкиваясь от этой жалобы, начинает его опрашивать и выяснять, где болит, как болит, и какая это может быть диагностическая гипотеза. Это один из самых, наверное, сложных и больших опросников по своему ветвлению. Но, тем не менее, тоже он работает. Вот основной наш опросник по хроническим неинфекционным заболеваниям и острым состояниям. Такой опрос занимает около 5-7 минут. Он не ориентирован на то, что пользователь знает, что у него болит, что его беспокоит. А он спрашивает по всем системам, которые необходимы. То есть система задает там порядка 50 или 60 первичных вопросов, которые задаются всем пользователям. Ну и при углублении, соответственно, в какие-то ветви, система может суммарно задать там больше 190 вопросов пользователю. Но, тем не менее, мы считаем аналитику. Обычно укладывается в 5-7 минут такой опрос, сильно не растягивается. И на выходе система формирует больше 50 диагностических гипотез. Я привел здесь слева только несколько из них. Нужно понимать, что это как конкретные диагнозы, например, аденома, простаты или артериальная гипертония, так и некие симптомы комплекса или синдромы, такие как, например, болезнь Миньера или позиционное головокружение. Мы не можем достаточно точно углубиться дальше, но мы можем вот такой синдромальный диагноз здесь сформулировать. И дальше, соответственно, уже предлагать пользователю какие-то рекомендации по дальнейшей диагностике, лечению и так далее. И вот, собственно говоря, за последние несколько недель мы завершили работу очень большую по формированию именно справочника, который, кроме диагностической гипотезы, предлагает пользователю достаточно сжатую, но при этом подробную информацию о том, что делать, как дальше исследовать, к какому врачу идти, ну и вообще какую-то общую информацию о заболевании. Что, на мой взгляд, достаточно полезно, хотя востребованность мы пока еще не успели толком оценить, потому что в таком переработанном виде мы запустили его буквально неделю-две назад в общий доступ. Ну, уже сейчас, имея 190 пользователей, мы оценили частоту в некоторых диагностических гипотезах, которые в этой системе срабатывают. Нужно сразу отметить, что здесь достаточно высокий средний возраст у нас получился, 49 лет. Ну, и вы видите, что здесь достаточно большое количество артериальной гипертонии. Обратите внимание, что частичная ДНТ практически, ну, практически просто большинство населения есть. Ну, и многие хронические заболевания здесь приведены. Мы сопоставляем эти данные с эпидемиологией, и, безусловно, наша система настроена на некую гипердиагностику диагноза. Мы ориентируемся именно на раннюю диагностику, на то, чтобы больного вовремя сориентировать, направить к врачу для дальнейшего исключения диагноза или состояния. Поэтому понятно, что мы здесь, естественно, идем чуть-чуть выше эпидемиологии. Но давайте посмотрим подробнее на основных хронических заболеваниях. Например, артериальная гипертония. Это данные по Карелии нашей. Всего артериальная гипертония была выявлена почти у 70% опрошенных жителей отдаленных деревень. При этом ранее ставился диагноз артериальной гипертонии только 57% из них. Впервые выявленная артериальная гипертония с помощью нашей системы у 8% опрошенных. И обратите внимание, что высокие цифры артериального давления, выше 140 мм портутного столба, у 36% населения. То есть, если мы говорим о том, что диагноз ранее ставился у 57%, то более половины из них не контролируют свою артериальную гипертонию. Это вопрос не только доступности медицинской помощи территориальной, но и вопрос доступности ее временной. Если это для пользователя затратно, трудозатратно, то он, конечно, упускает это из вида. Также система позволяет оценивать и факторы риска, формировать различные, сопоставлять научные данные. Вот выявление бронхоабструктивного синдрома. Также 7% популяции впервые выявлено у 4%, ранее ставился у 3-6%. Такие же данные по сахарному диабету. 17% впервые выявлено почти у 6% опрошенных. Также система позволяет оценить и социальный статус, если это необходимо для каких-то конкретных задач. В системе также заложена оценка качества жизни по международному опроснику Евроколд 5D с визуально-аналоговой шкалой. Ну и в целом на выходе мы формируем достаточно подробную карту симптомов по разным заболеваниям. Даже те симптомы, которые, казалось бы, могут быть не связаны с заболеванием, но тем не менее мы все равно можем видеть статистику, как и где это отображается. Вот здесь приведен пример карты больных по COVID-19. Как мы пользуемся этой системой? Основной, наиболее активной использованием системы идет в медицинском бюро Павла Воробьева. Как это работает? Каждый пользователь, который записывается на консультацию, сначала проходит автоматизированный опрос с помощью системы. Получает диагностические гипотезы, автоматизированные рекомендации. И дальше, если необходимо консультация, он уже записывается на консультацию и переходит к общению с консультантом. Если необходимо, мы также обеспечиваем с помощью наших партнеров и выезд за анализами на дом, и возможный выезд врача, и госпитальную помощь, если это необходимо. Мы сотрудничаем и с первым медом, и с медицинским центром МГУ, и с кардиоцентром. Также мы планировали запустить проект с СБЕР и аптекой по доставке лекарств, но сейчас в связи с последними событиями этот вопрос был немножко отложен. Как работает врач? Врач видит все результаты опроса пользователя за все время его нахождения в нашей системе. То есть даже опросы прошлого года и в этом году, каждый из них доступен врачу. Врач может открыть вот такой вот протокол опроса больного, в котором есть и паспортная часть, диагностические гипотезы, их вероятность, обоснование этих диагнозов, сортировка по триаж больного и также все ответы, которые дал больной, также представляются врачу и обозначается время, которое больной потратил на каждый из этих вопросов. Это также позволяет врачу получить дополнительные данные. Встраивая это в процесс дистанционного консультирования, мы формируем мощную трехуровневую систему обеспечения качества. Сюда входит и симптом-чекер, и то, что мы работаем с больными в текстовом формате, позволяет все консультации проверять научным руководителям. И также мы легко подключаем узких специалистов к консилиуму, что позволяет легко врачу включиться и прочитать всю переписку. Никакая видеосвязь или аудиосвязь вам таких возможностей не дадут, потому что просмотреть это все ретроспективно невозможно. Где еще используется наша система? В Республике Карелия. Лоухская ЦРБ на границе Полярного круга использует модули по COVID-19 в своем районе и на сайте, а также совместно с Почтой России реализуется проект по отдаленным поселкам. В Орловской области недавно мы внедрились в региональный сегмент ЕГС здравоохранения, и теперь на сайте Орловского Минздрава доступен модуль для самостоятельной оценки симптомов больными перед записью к врачу. В Тверской области система используется в постковидном центре Тверского государственного медицинского университета перед приемом врача. Различные интеграции с частными клиниками. Сейчас мы запускаем проект с Витебским государственным медицинским университетом. Это будет и исследовательский проект, и оказание дистанционной помощи больным. Мы обеспечиваем дистанционной консультативной помощью и профилактическими осмотрами в Святоникольский Черноостровский монастырь. Мы интегрировали нашу систему с различными телемедицинскими сервисами. Это и Док-Док, нынешний Сберздоровье, и Доктор Рядом, и Сити-Лаб. Но надо сказать, что с ними довольно мало используется система, потому что они не нашли пока четкого понимания, как с ней работать, как ее использовать. Потому что это все-таки более коммерческие сервисы, ориентированные на массовый охват, а не на конкретные задачи по оказанию помощи. Ну и также мы были интегрированы с польским справочником Импиндиум, однако в связи с последними событиями он отключил взаимодействие с Россией. Мы получили в прошлом году достаточно мощную поддержку Агентства инноваций города Москвы. Нас туда пригласили, мы стали резидентом акселерационного проекта StartHub Москва. Прошли несколько программ, ну и продолжаем тесно взаимодействовать, сотрудничать. Такая тоже достаточно мощная поддержка для нашего проекта. Ну вот, примерно так работает и выглядит наш проект MediCase сегодня. Я с удовольствием расскажу подробнее по вопросам, если какие-то возникнут. Спасибо.